Приветствую вас. Ну, смотрите, я думаю, что речь идёт о вашей неверенности в себе, речь идёт о ревности, речь идёт о том, что вы обесцениваете себя, что вы сравниваете себя с другими людьми, с другими девочками в частности. Речь идёт о том, что вы боитесь, вероятно, одиночества, речь идёт вот обо всех этих историях, и, на мой взгляд, как бы работать нужно с вашей самооценкой, да, с вашей самодостаточностью, с тем, как вы воспринимаете себя, потому что у ревности есть, у ревности есть свои причины, эти причины заключаются в том, что человек, например, боится одиночества, эти причины заключаются в том, что, например, человек не реализован, привык постоянно, вот, сравнивать себя, как вы это делаете, допустим, вы сравниваете себя на постоянной основе, да, с другими людьми, с другими девушками, вот, и, соответственно, здесь есть ещё и такое, в некоторой степени акцентрированное, акцентрированное отношение, скажем так, к сексу. Вот. И, соответственно, всё вместе, это всё вместе, и даёт тот самый эффект, который вы испытываете, то есть эффект, по сути, постоянной паранойи, да, эффект, по сути, постоянных сложностей, эффект, по сути, постоянных трудностей и так далее. Вот. Но это, на самом деле, вполне себе нормальная история, потому что вы не уверены в себе. Притом, что вы забываете о том факте, да, что и у вас, ну, были отношения тоже. И, в общем-то, почему мужчина к ним не ревнует, то есть вы свои, получается, свои отношения вы воспринимаете как что-то само собой разумеющееся, да, а его отношения вы воспринимаете как что-то ужасное. Вот. Все это всё-таки попрекирует двойным стандартам. Вот. То, что вы не делаете на самом деле, то, что вы не делаете на самом деле, то, чего пытаются совершать, это от понимания того, что вы боитесь о том факте, что вы боитесь о том факте. Вы боитесь о том факте, я полагаю. В этом кроется основная проблема и основная беда. И вам нужно, ну, как нужно, желательно, очень желательно, признать, что вы действительно боитесь, боитесь о том факте, что в случае, если вы, например, останетесь со дна, в случае, если вы останетесь со дна, то вам, вам будет очень, очень и очень тяжело. И, вы боитесь? Вы не знаете, что с этим делать, по сути. А коль вы не знаете, что с этим делать, вот вам и причины для страха. Поэтому здесь основной момент заключается именно в том, чтобы понять и признать вот эту историю, признать, признать, что я боюсь чего-то, признать, что я боюсь чего-то, то я потраюсь чего-то и так далее. Просто этот момент признать. И если вы этот момент признаете, то будет вам гораздо лучше, легче и комфортнее. Потому что с прошлым мужчиной вы не можете смириться, судя по всему, именно поэтому. Есть, конечно, не другая причина. Например, то, что вы серьезно опасаетесь, что если, например, допустить, что ваши подавления верны, то вы хуже, чем его предыдущие девушки. Вот. Больше всего вы боитесь оказаться хуже, хуже, чем кто-то. И вот этот момент тоже очень важен, потому что как бы сравнительные характеристики, именно вот сравнительные характеристики, которые лежат в основе ваших таких страхов, да, они также являются очень деструктивными. Просто в силу того, что личины какого-либо основания, они абсолютно не реалистичны, они абсолютно не жизнеспособны, но для вас это имеет значение. И, естественно, вы постоянно пытаетесь с этим бороться. Вот. Опять же, вместо того, чтобы, да, вместо того, чтобы посмотреть на, допустим, себя, вместо того, чтобы посмотреть на то, что важно вам, вместо того, чтобы посмотреть, что вы не принимаете в себе, что вы не способны в себе принять, вместо этого вы пытаетесь извне ситуацию как-то поменять. Что, конечно же, не дает какого-либо эффекта, потому что, если вы пытаетесь ситуацию изменить извне, то вам требуется постоянные доказательства, вам требуется постоянное подтверждение той или иной позиции относительно себя. Если же этой позиции не происходит, то ситуация становится весьма и весьма печальной для вас, вам очень тяжело. Ну, тяжело я имею ввиду психологически. Вот. И таким образом происходит так, что вы в постоянном напряжении находите, грубо говоря. Вот. И, естественно, это постоянное напряжение, оно выматывает вас, оно выматывает вообще вашего партнера. Вот. Ну, и на самом деле, как бы по-другому, да, вряд ли может быть здесь. Поэтому я думаю, что двигаться вам желательно в этом направлении. То есть двигаться вам желательно именно вот в направлении, как бы, вот этой вот ситуации, которую я описал примерно. Вот. И, соответственно, необходимо вам, значит, работать над собой, да. Вот. Это, мне кажется, очень важной историей, мне кажется, это очень важным моментом. Вот. И, соответственно, движение в этом направлении поможет вам сделать свою жизнь и жизнь своего партнера несколько более лучшей, несколько более качественной. Хочется верить. Вот. Именно путем личностного роста, путем повышения самооценки, путем повышения уверенности в себе, обращения собственного смысла принятия себя такой, какой вы есть. И, и, возможно, проработки, в том числе, еще, и значения самого факта отношений для вас. То есть я хочу сказать, что сами, сами отношения для вас, они тоже имеют какое-то значение. И, наверное, наверное, они имеют значение достаточно серьезное, раз вы, к примеру, боитесь их потерять. Ну, коли вы боитесь их потерять, значит, это значение нужно также поисследовать, чтобы вы были более независимы в отношениях, чтобы эти самые отношения в меньшей степени вас определяли. Чтобы эти отношения в меньшей степени на нас влияли. Чтобы в меньшей степени вы были вовлечены, вовлечены в них. От этого будет легче всем, вам и вашему партнеру. Но без проработки этих моментов, без проработки ваших потребностных сфер, без выработки адекватного отношения к себе, а самой, да, я боюсь, что ситуация не изменится. Ну, просто вот по той простой причине, что у вас это произошло не сегодня, да, у вас это произошло не вдруг, у вас это произошло, ну, скажем так, у вас это произошло, происходило, наверное, даже правильно будет сказать, у вас это происходило постепенно. И как любая постепенная история, она же постепенно будет сходить, но нет, не сразу. Но только при условии, конечно, работы, при условии работы над собой и при условии признания того факта, что проблематика заключается в вас. Что касается того, что вы контролируете, что вы пытаетесь контролировать себя и, в общем-то, ну, тратите на контроль очень много ресурсов, очень много энергии, то это мартышкин труд, потому что контролируя, что вы просто подавляете свои чувства и не более того, ну, просто подавляете свои ощущения, просто подавляете свои эмоции, ну, проблема не решается вообще никаким образом, вот. Поэтому от контроля лучше отказаться, вот. Мужчине лучше говорить именно о своих ощущениях, а не о том, что вы, к примеру, ну, не о том, что вы хотите, к примеру, да. То есть мужчине лучше говорить как можно более искренне, как можно более аутентично о своих чувствах. И только тогда вы можете рассчитывать на то, что ваши отношения будут сохранены. То есть начать, вот первый шаг, первый шаг – это проговаривать именно свои чувства. То есть не то, что вы сравниваете себя с другими девушками, не то, что вы как-то реагируете на что-то болезнь, не то, что вы ревнуете, не то, что вы устраиваете скандалы, а именно говорить о своих чувствах. Я чего-то боюсь, я в чем-то сомневаюсь и так далее. То есть проговаривать их и получать живообразную связь именно на это. А пока это вы довольно поверхностно оперируете тем, что вы чувствуете. Ну, я не обвиняю вас и не считаю, что вы именно должны поступать по-другому. Просто речь идет именно о таких вещах. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ хоть немножечко помог вам разобраться с ситуацией, которая у вас случилась. Ситуация, конечно, неприятная. Вот. Но она решаем. Решать ее нужно как можно быстрее. Потому что ничто не разрешает отношения так, как ревну. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи вам. Пока.